Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это третья часть урока по поле Igon. Приступаем к настройке Displacement. Max Subdivision выставляем равный 16, а Edge Lens 2. Если Вы хотите рендерить мелкие детали Displacement. В Displacement Type выбираем 2D Displacement. Затем отмечаем опцию Cache Normals. Для оптимизации убираем фильтр Texture и Displacement Amount ставим равный 1,5. Давайте посмотрим, что получается. Итак, с Displacement плитка выглядит намного лучше. Теперь давайте настроим какой-нибудь ракурс и отрендерим ее через Vray Cloud. Открываем Quick Settings, чтобы выбрать пресет для рендера. Для такой сцены будет достаточно Archivist Exterior. Качество GI 50%, Shading Rate 2 и AA Quality 6%. Затем нажимаем иконку облака. Да, чтобы были видны все эти иконки, Вам нужно открыть вкладку Vray на шельфе. После того, как Вы нажмете на эту иконку, у Вас откроется браузер и будет идти анализ сцены. Далее появятся настройки, в которых Вы можете создать новый проект. Назвать сцену, настроить разрешение и так далее. После чего нажимаем Submit и Вы увидите прогресс загрузки сцены в облако. Как только она загрузится, начнется рендер. В итоге получился такой рендер. Вполне реалистичная плитка с поверхностными дефектами. Теперь давайте попробуем поставить автобаланс белого и автоэкспозицию. Для этого открываем настройки Vray, включаем две эти опции и снова отправляем на Vray Cloud. Получился такой рендер. Мне не сильно нравится данный пересвет, да и таленс в плитке хотелось бы уменьшить и еще немного поработать с освещением, сделать его разнообразнее. Поэтому возвращаемся в сцену и теперь задача перенести те настройки, которые были применены к камере во время включения автоэкспозиции и баланса белого. Но так как я рендерил сцену на Vray Cloud, кнопка Transfer Settings to Camera не будет работать. Нужно хотя бы раз запустить рендер картинки локально. Даже в маленьком разрешении, так как оно не так важно. После того, как эта маленькая картинка отрендерится, можно вернуться в настройки камеры и нажать Transfer Settings to Selected Camera. Таким образом, Вы увидите, что настройки принеслись в Вашу камеру и их можно редактировать. Теперь можно выключить автоэкспозицию и баланс белого. Далее приступаем к настройке освещения. Удаляем тот источник света, который был в сцене и добавляем три сферических с разным цветом. Располагаем их таким образом. Затем немного настроим ISO. Делаем это для того, чтобы был легкий пересвет, как в жизни и настраиваем ракурс. После чего делаем Plane чуть-чуть больше, а сам Tile текстур меньше. Для этого, идем в HyperShade, выбираем материал и у любой из текстур материалов Placement, настраиваем Tiling. Пусть это будет 3 на 3. Теперь задача для каждой текстуры сделать такой же тайну. Для того, чтобы не заходить в каждую из них. Просто соединяем Place Textures, которые изменяли со всеми текстурами. То есть удаляем все Placement ноды и других текстур, кроме этой. Затем нажимаем на оранжевый круг ноды. Заходим в Other и отмечаем Repeat UV. Так как именно этот параметр мы меняли, чтобы создать новый Tiling. После чего появится линия Connector, которую нужно соединить с каждой текстурой и там тоже выбрать Repeat UV. Также не забываем соединять UV-координаты. Таким образом, получаем правильный Tiling для всех текстур. Теперь давайте отрендерим новый результат с помощью V-Ray Cloud. Главное, не забудьте поменять Tiling в отдельной Displacement ноде. Таким образом, получаем такой рендер плитки. При желании, можно еще поэкспериментировать с настройками Displacement, чтобы получить более явные детали и Вы уже знаете, как это делать. А сейчас давайте я покажу работу специального скрипта Polygon и затем перейдем в 3ds Max. Сделаем другой материал и тоже разберемся, как рендерить поверхностные дефекты в Corona Renderer. Итак, заходим на сайт Polygon, выбираем вкладку Help и кликаем на Tools & Undons. Именно здесь Вы сможете скачать скрипт-конвертер для 3ds Max, Maya, Cinema 4D и Blender. А также нажав на самую нижнюю вкладку, сообщить о возникших проблемах в работе любого из скриптов. Для дальнейшего урока нам понадобится скрипт под 3ds Max и о нем мы поговорим позже. А сейчас скачаем скрипт для Maya. Поэтому нажимаем на эту вкладку и качаем его. Здесь же на странице есть видео инструкция, как его устанавливать и использовать. Те, кто не знает английский язык, не волнуйтесь. Сейчас я все расскажу. После того, как Вы скачаете и распакуете архив, Вы увидите 3 файла и специальную папку для установки скрипта. Открываем Maya и выбираем Custom Shelf, который предназначен для пользовательских скриптов. Затем с папки скрипта перетягиваем в окно Maya Mail File с названием Installer Polyagon Material Converter. И в нем указываем путь к папке Polyagon Material Converter. После чего нажимаем Select Folder и в итоге на шельфе у Вас появится новая иконка Polyagon. Нажав на которую Вы откроете меню импорта материалов. В Renderer Вы можете выбрать нужный рендер и в Advanced Settings настроить параметры импорта. Но прежде чем начинать работу со скриптом, давайте скачаем разные материалы с разными свойствами, чтобы проверить все его возможности. Переходим в вкладку текстуры и давайте скачаем какой-нибудь Metal. Пускай это будет Metal Copper Dirty 001. Далее выбираем Workflow и здесь будьте аккуратны, так как не все рендеры в Maya поддерживают Metalness. Поэтому чаще всего я выбираю Specular. И разрешение 4к, так как в большинстве случаев его достаточно. Далее нажимаем Download for 10 credits. И затем качаем материал дерева. Плитки. И какой-нибудь с прозрачностью, например подсолнух. Распаковываем архивы и получаем 4 папки с материалами. Я создал специальную папку Script Test и поместил эти материалы туда. Теперь выделяю путь к ней и указываю в скрипте. После данной операции, поле Egon Script покажет количество материалов, которые находятся в папке и Вы сможете их импортировать в сцену. Выбираем Render V-Ray и давайте поговорим о настройках в Advanced Settings. Итак, если включить первую, вторую и третью опции, то во время импорта указанная папка будет сканироваться на наличие Ambient Occlusion, Displacement и 16-битных карт. И если они там есть, то будут автоматически загружены в настройки материала. И если Вы включите опцию Conforme UVMaps to Image Dimensions, то для тех текстур, которые имеют прямоугольный формат. Будет регулироваться UV-карты в соответствии с разрешением изображения. Ее стоит включать в любом случае, так как на сайте PolyIgon есть такие карты. Например, той же коры дерева. И последняя опция Apply Material to Preview Sphere позволяет загрузить несколько сфер, на которые будут назначены все выбранные материалы. В данном случае, это 4 материала. Перед тем, как загружать материалы, давайте создадим V-Ray Dome Lite. Включим данные настройки и загрузим HDRi, который Вы можете взять с сайта PolyIgon или своей библиотеки. Затем, идем в настройки рендера, выбираем V-Ray, включаем GI и остальные настройки оставляем по умолчанию. И теперь в скрипте нажимаем Load for Materials. Таким образом, в сцену будут импортированы 4 сферы, на каждую из которых назначен свой материал. Теперь добавим настройки V-Ray к нашей камере. В настройках рендера включим автоэкспозицию и баланс белого. И запустим V-Ray EPR. В итоге, Вы увидите настроенные материалы с Normal Bump, Displacement, Opacity и так далее. Давайте я создам Plane, чтобы показать этот подсолнух в нормальном виде. Кстати, как Вы уже наверное поняли, в HyperShade тоже загрузили все эти материалы. Итак, выбираю подсолнух и назначаю на Plane. Давайте еще проверим, работает ли карта нормалей у плитки. Назначаем ее на Plane и видим, что да, все в порядке. Таким образом, благодаря скрипту Вам не нужно тратить время на настройку скачанных материалов, а уже просто добавлять поверхностные дефекты, как мы делали это в уроке. Это все, что я хотел рассказать о Polygon текстурах Maya и рендере их в V-Ray Next. Теперь давайте скачаем такой же скрипт для 3ds Max и я расскажу о рендере поверхностных дефектов Corona Renderer. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok